Дмитрий Голубев Что такое вообще в принципе профессия ландшафтного архитектора? Интересна она прежде всего тем, что она находится на стыке. Это некий синтез, так сказать, большого количества специальностей. Это и архитектурные видения, это и знания ботаники, соответственно, дендрологии. Крайне важная инженерная составляющая. Но, естественно, это некое, так сказать, художественное видение и не в последнюю очередь психологическое. И еще очень важный, я считаю, момент, это то, что ландшафтный архитектор должен уметь рисовать. Люди, которые не могут рисовать руками, которые не могут донести свою идею, эскизируя просто карандашом на бумаге, они не могут работать в ландшафте. В чем специфика ландшафтного дизайна в России в данный момент? Это в том, что эта отрасль, она у нас только формируется, как и многое другое в нашей стране. Вообще, я хочу сказать, что любая ландшафтная архитектура – это очень точное отражение того, что происходит в обществе. Естественно, это большое поле для возможностей. В нашей стране колоссальные садово-парковые традиции. Пригороды Петербурга, двадцовые парковые ансамбли. В мировых даже масштабах совершенно фантастическая вещь. Но, к сожалению, после революции традиции садово-парковой архитектуры, они были прерваны. И сейчас мы только, так сказать, идем к тому, что они начинают цвести. Россию часто представляют как страну, где невозможно построить сад, который был бы красив в течение всех четырех сезонов. На самом деле, конечно, нет. Климатические ограничения у нас ни в коем случае не являются препятствием для того, чтобы сделать чудесный сад, который был бы прекрасен и весной, и летом, и осенью, и зимой. Конечно, у нас есть масса инструментов для того, чтобы его подать и сделать совершенно прекрасным. Глобальный процесс, который происходит, привели к тому, что, конечно, специалисты, они мигрируют, так сказать, из страны в страну. И сильнейшие бюро, они очень сильно интернациональные. По количеству специалистов, наверное, конечно, все-таки самая сильная школа – это немецкая. Хотя, безусловно, чудесные специалисты, они выпускаются во всей Европе, в Японии и в Америке. Я говорю больше о ландшафтной архитектуре. И когда я говорю о ландшафтной архитектуре, я подразумеваю как раз вот эту сильнейшую инженерную составляющую, потому что именно она является как бы базисом этой профессии. Может быть, это звучит несколько холодно и неизящно, да? Но, тем не менее, с точки зрения практики, это так. Вот немецкая школа, на мой взгляд, она сильнейшая. Садовник – это профессия несколько более простая, чем ландшафтный архитектор. Потому что ландшафтный архитектор – это специализация, это прежде всего инженер. Садовник – это больше о растениях, больше о прекрасном, изящном, о чувственном. А ландшафтная архитектура – она профессия гораздо более холодная, рациональная и логичная, наверное. Мы начали наш разговор с того, что отрасль в России только формируется. В отличие, например, от европейских стран, у нас нет четкой системы вот этого ценника, да? Потому что, например, на Западе это часто определяется просто законом. В Германии это определенный процент от стоимости проекта, да? У нас это будет гораздо более хаотический подход. Стоимость конечного продукта, сада, она может быть очень разной в зависимости от пожеланий клиента и в зависимости от того, насколько взрослым этот сад сажается и насколько эффект здесь и сейчас должен быть сразу. То, что касается проектирования, то средняя рыночная цена у ландшафтного проекта, я думаю, что она будет составлять в пределах полумиллиона рублей у среднего условно ценового сегмента бюро и до нескольких миллионов рублей, соответственно, у бюро уже с именем. То, что касается стоимости реализации, то здесь можно оперировать стоимость реализации 100 квадратных метров одной сотки, вот, и примерно она как бы будет находиться в зависимости от уровня проекта от нескольких сот тысяч рублей до миллиона с небольшим. Если брать, например, глобальные сложные проекты мирового уровня, да, то я вам могу сказать, например, о голландском бюро Вест-8, Вест-8, вот, или немецком Топотек. Это огромные гигантские бюро, которые делают там потрясающе сложные проекты в совершенно разных регионах мира. А вот если мы с вами поговорим о частных садах, то я бы назвал Лучуано Джубили. Это итальянский ландшафтный архитектор, который делает, ну, нереальные, совершенно чувственные, очень тонкие сады. По всей Европе и не только, да, это один из самых признанных и дорогих ландшафтных архитекторов. Конечно, надо отметить бюро Жака Вирца. Это одно из важнейших имен, и то, что они делают, это вот зеленая архитектура. Это запредельного уровня, по замыслу, по смыслу, по контексту, необычайно тонкая, изящная и всегда суперэлегантная. Относительно знаковых имен в ландшафтной архитектуре, мне кажется, что нам здесь стоит посмотреть немножко с другой стороны. Не на прошлый век, а, наверное, обратиться к веку 16-17, когда вот родились главные шедевры ландшафтной архитектуры вообще мировые, работы Андрея Ленотера, да, вот это, наверное, то, куда нужно посмотреть, где вообще находятся корни того, чем мы все сейчас занимаемся. Относительно того, какие наши проекты смотрятся достойно в мировом контексте, чудесные совершенно проекты делает наш коллега, там, Саша Грифко, да, его сад Ватарита в Нормандии, он прозвучал по всему миру. Мы можем назвать, например, еще вот прекрасная компания Green Hands есть. Это наш чудесный швейцарский коллега Йонас Эггерт, он живет в России и делает совершенно замечательные, на мой взгляд, сады. У нас есть коллега Владимир Колесник, он живет в Москве и он делает совершенно потрясающие теневые сады природные. Поэтому я полон оптимизма и думаю, что все больше и больше русских имен будет светиться на этом небосклоне. Людей, которые, в принципе, привносят свое художественное видение, свой художественный образ в проектирование, в конечный образ сада, да, их не так много. И достаточно просто внимательно посмотреть на их работы, чтобы понять, кто тебе ближе и, соответственно, начать эту работу. Всегда ландшафтное проектирование, проектирование сада, оно начинается с функции. То есть человеку очень важно определить какие-то базовые точки, рэперные точки своих потребностей, да, что ему нужно. Хочет он сидеть у камина в открытой беседке, например, да, принимая 20 человек гостей, да, или играть на огромной поляне со своими детьми в футбол, да. То есть все эти вещи надо обязательно для себя проговорить, понять свои потребности, да, чтобы они были потом учтены в проекте. Свой вкус в ландшафтной архитектуре можно развивать, конечно, насмотренностью. Путешествие в Европу и посещение новых садов – это просто обязательный пункт программы и исторических садов, и современных, и общественных пространств. Смысл частного сада в том удовольствии, которое он доставляет своему владельцу. Именно с этой точки зрения самый элегантный и правильный способ дать смысл в саду – это искусство. Современные тренды в ландшафтной архитектуре – это, прежде всего, использование растений, которые характерны для того места, в котором, как бы, создается проект. Это малоуходность, и, конечно, это во всех смыслах – это экологичность, да. То есть мы, когда мы проектируем, мы должны создавать, ну, некую систему, которая будет жить таким образом, чтобы это было, прежде всего, очень устойчиво с хорошей точки зрения. Из еще таких трендов – это сделать сад в природном стиле. У каждого понятие природы разное, то есть это может быть и лук, и, ну, с уходом, естественно, цветники из лаковых многолетников. Это может быть создание такой имитации, хорошей имитации лесного участка, но тенденция такая, что люди хотят жить среди природы. Но одно дело – тренды в ландшафтном дизайне, другое дело – это вопрос уместности. Когда начинаешь проектировать и складывать пазл из всех этих составляющих, то тренды, они так немножко уходят в сторону, потому что заказчику скорее нужно не хвастаться участком, скорее жить на нем. Если брать проекты в современной ландшафтной архитектуре, которые созданы в конце 20-го, начале 21-го века, я, наверное, бы отметил «The Garden of Cosmic Speculations» – это проект Чарда Дженкса. Некий микс из ландшафтной архитектуры, микс ленд-арта и современного искусства, наверное, да, который, ну, порождает совершенно фантастические, потрясающие эмоции. Еще это однозначно сад Сиссингхерст в Англии. Это сад, который делала Вита Саквилл-Вест, одна из самых знаменитых английских садовниц 20-го века, да, и который прославился отчасти, как бы, благодаря их роману с Вирджинией Вульф. Ну и, конечно, естественно, потому что это очень романтичный и, надо сказать, что самый посещаемый из садов National Trust. Если говорить о модных растениях, скорее здесь можно вспомнить выставку садов Chelsea, которая является таким вот, ну, главным мировым шоу моды садов. Мне кажется, целое десятилетие в каждом втором саду были березы, то есть это прям вот обязательно береза была самым главным растением каждого сада. В России я бы порекомендовал, конечно же, посетить все шедевры садово-паркового искусства, какие вот у нас остались. Парк в Пушкине, в Царском селе, это безусловный шедевр мировой ландшафтной архитектуры, спроектированный, потрясающий с точки зрения смены сезонов, например. Все московские усадьбы, вот усадьба там Кускова, например, она замечательная, Коломенская, чудесная совершенно. Все классические дворцово-парковые ансамбли под Петербургом, но и в Москве в том числе, они являются однозначно шедеврами мирового уровня в садово-парковом искусстве. Парки скульптур могут быть очень разными, да, то есть в России это, Петергоф это парк скульптур определенно. Парк деревьев в Швейцарии, где каждое дерево является вот таким вот архитектурным экспонатом, да, это тоже парк скульптур. Шато Ла Кост однозначно тоже. Совершенно замечательный парк скульптур это сад Атрета в Нормандии, где собирается современное искусство восточноевропейских художников. В принципе сад это некий элемент благосостояния, к которому как бы, ну, люди всегда стремились. Как только появилось вообще в принципе у человека какое-то свободное время, он, куда он шел, он шел на природу, получая от этого удовольствие и посвящая этому максимум возможного времени. С точки зрения well-being, безусловно, сад это инструмент, который позволяет и снимать стресс, и у нас есть заказчики, которые начинают свой день с того, что они просто выходят вот на улицу и обнимают свое любимое дерево, подзаряжаясь таким образом энергией. Это и звуки, и запахи, безусловно. Все это порождает, соответственно, не только простые гидронистические удовольствия, да, но и понижает там уровень напряжения, стресса и позволяет вообще перейти, так сказать, на совершенно другой уровень взаимодействия с окружающим миром. Господь Самогущий создал сад, и это самое чистое из всех человеческих наслаждений. Образ некого рукотворного рая, вот, конечно, это важнейшая составляющая, от которой вообще пляшет садоводство. И, конечно, с точки зрения там понижения уровня тревожности, уровня стресса, да, когда мы тем более имеем возможность отвлечься от наших гаджетов и перейти в какое-то состояние единения с природой. Конечно, это колоссальная энергетическая подпитка. Если мы возьмем, например, воздействие садово-паркового какого-то опыта, да, на больных, там, я не знаю, деменцией или альцгеймером, да, то это терапия, которая во многих западных странах, она применяется, да, когда люди с тяжелыми какими-то уже заболеваниями взаимодействуют с растениями, она, ну, однозначно дает совершенно положительные результаты. Эпидемия коронавируса однозначно повлияла на отношения к садам, паркам и природе в принципе. То, что касается, например, спроса на услуги ландшафтных архитекторов, да, конечно же, он вырос после вот начала эпидемии, потому что на рынке загородного жилья это однозначно бум. Помимо того, что люди хотят сейчас дом, они хотят сад, потому что они понимают, как бы, что это, ну, это может быть не последняя эпидемия. Это, во-первых, неизвестно вообще, сколько она будет еще продолжаться, да. В случае следующего локдауна, как бы, ну, критически важно иметь возможность взаимодействовать нормально с природой и с окружающим миром. Это важно просто для психического здоровья, для его сохранения и поддержания. Я вообще обожаю тактильные какие-то ощущения при покупках, вот, это для меня крайне важно все потрогать, пощупать, чтобы это были вот именно те самые ощущения, да. Но вот последняя прям вещь, это, наверное, мне просто нужны были под смокинг белые кроссовки, пришлось пойти быстро, так сказать, на мероприятие. Нужно было ехать, пошел в ЦУМ, купил белые кроссовки офф-вайт для того, чтобы они были под костюм, что называется. Я обожаю ветиверы, и любимый из последних приобретенных от Эрме ветивер тонка. В прошлом году я был во Флоренции на Вилле Гамберайя, безусловно, и однозначно хотел бы вернуться, просто потому, что для меня это место обрело совершенно мистический какой-то энергетический смысл. Мое последнее запомнившееся кулинарное переживание – это ужин, который мы устраивали в бюро у нас, это было в прошлом году, это был ужин в саду. Его делал потрясающий петербургский шеф Артем Гребенщиков, один из самых наших, так сказать, известных кулинарных звезд. И это был полнейший манифик. Последний альбом, который я добавил в свой айфон – это аукцион мечты. Мы строили сад Dior в Москве в этом году, и в честь этого проекта я позволил себе совершенно какой-то шикарнейший альбом, который рассказывает об истории модного дома. Сейчас выйдет новый айфон, получается, и у него рекламируют совершенно потрясающую камеру, и если это действительно так, то возможно его. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!